Итак, друзья, мы здесь в компании замечательного человека. Да, думать кого? Думать кого? Актера, телеведущего, певца, блогера, рэпера, музыканта. А это значит, что, скорее всего, скоро политика. Тимур Адрегис здесь. Нет, никогда. Доброе утро. Привет, привет, Тимур. Привет, ну как вы? Ну, здесь прохладно, поэтому ничего. Сейчас на улице выйдем и расплавимся. Вы же час назад стартовали. Ну, два часа. Два часа назад. Два часа. Каждый день в шесть утра мы встаем. Тимур, на самом деле, третий раз здесь, но каждый раз удивляется так, как будто первый. Нет, ну я просто не могу привыкнуть к тому. У меня ощущение хотя бы, ну, в восемь, ну ладно. Ну, в семь. Восемь звучит по-божески. Конечно. Сто пуду. Нет, просто я в свое время тоже начинал в семь утра вести шоу. И для меня это, конечно, до сих пор абсолютно непонятное. Да. Мне кажется, к этому невозможно привыкнуть. То есть ты можешь, условно говоря, 10 лет, 15, 20 вести утреннее шоу, привыкнуть к этому невозможно. Потому что я каждый раз вот сейчас, когда мы ездим, например, с Орлом и Решкой, мы же начинаем достаточно рано съемки. То есть мы приезжаем, условно говоря, куда-то в какой-то город и стараемся приехать... Пока там нет людей. Вот. Стараемся приехать накануне, чтобы рано утром стартовать. И я каждое утро просыпаюсь с одним и тем же звуком, с одним и тем же словом. Ну, там только слово из трех букв, и оно переходит вот в это... Слушай, ну ты профессионал. Ты давным-давно, я думаю, что по долгу службы попадаешь в такие ситуации, когда нужно с утра быть бодрым. Дай совет нам, и в том числе тем, кто сейчас едет, до сих пор не может проснуться. Уже этот человек намкальный сейчас он. Друзья, совета нет. Надо, превозмогая вот эту чушь, которая творится с вашим организмом, делать вид, что все нормально. Это поэтому сейчас вот я выйду, вот меня сейчас снимают даже, я сейчас выйду из этой комнаты и просто упаду в обморок. Помните, как у Джима Керри была лжец-лжец, когда он на собрании, когда как раз у него был первый этот прорыв правды. И он говорит, типа, ты страшный, ты лысый, ты старый. И все начинают ржать, потому что думают, что он шутит, и он выходит из Куэсквина и просто бахается в обморок. Вот у меня то же самое сейчас будет. Слушай, скажи, куда пропал рэп в машине? Почему с апреля не было рэп в машине? Нет, стоп. С апреля не было? Нет, последнее, что я у Тимура видел, у тебя был Манескин. Да, да, да. На Евровидении который. Да, Дзития Буони. Но я просто... С апреля не было. Я только что проскроллил всю ленту. Я сейчас пойду писать. Расскажи вообще так. Нет, не может быть. Ну да, да. Весня про книги была в апреле? Ну, мне кажется, что это был конец апреля, да. Не может быть. Ну, явно летнего рэпа не было. Летнего не было. Просто породились на Дзитии Буони. Как так? Самый популярный, мне кажется, ролик, да, это был про Ленина, если я не ошибаюсь. 16 апреля, да. В этом году, да. В этом году точно. И за всю историю, может быть, он там поспорит с какими-нибудь треками, типа, вот, посвящение хейтерам, которое было первым. Да, это круто было, да. Спасибо. Потом был «Хочу с тобой на карантин». Да, да, да. Как бы второй волны внимания к этой песне сейчас не было. Надеемся. Третий. Вот. Да, да, да. И, собственно говоря, в этом году был Ленин, да. Вот какую реакцию ты получал? Все-таки тема, знаешь, такая тонкая. Потому что в России есть люди, которые понимают иронию, а некоторые думают, святое трогать вообще нельзя. Ты знаешь, к счастью, большинство вот этих людей, которые считают, что святое трогать нельзя, они на меня не подписаны. Подписаны на Явлинского. Нет, они подписаны на Зюганова. На Зюганова. И были подписаны на Грудинина, но уже все. После того, как он сбрил. Зюганов, Грудинин, все наши. Все наши. Да. Но надо сказать, что вот как в случае со всеми моими рэпами, которые там достигают каких-то сумасшедших просмотров, я не готов к этому был изначально. То есть все это... Это фан, да, прикол? Конечно, это все делается просто ради того, чтобы поднять настроение моим подписчикам и тем, кто может случайно зайти в мой аккаунт, потому что я никогда не пишу с прицелом, сейчас вот, ага, вот это сейчас должно стрельнуть, я сейчас сделаю, и вот наверняка вот это сработает. Нифига. Да, Ларом, когда ты писал про Ленина, ты вообще не думал, что будет резонанс? Конечно, я тебе больше скажу. Вот когда я писал про Ленина, вернее, это утром, я готов был, я написал вот этот трек про книги утром, и готов был днем идти записывать его в машину. И я открываю просто Инстаграм по дороге, клянусь в коридор, чтобы надеть кроссовки. И вижу эту новость про то, что, значит, известный бренд выиграл тендер на пошив костюмов для Ленина. Я думаю, стоп. Меня это разорвало. Естественно, это смешная просто новость прекрасная. Я думаю, ничего себе. Ты в гардероб, искай костюм. Нет, я пока по направлению еще иду. Я начинаю скроллить ленту, вижу, что у нескольких моих друзей репост этой новости. И я останавливаюсь, думаю, нет, ну это так просто нельзя оставлять. Я возвращаюсь в комнату и начинаю писать первый куплет. Тогда я еще не знал, что он будет первым. Я думал, что он будет единственным. Я, значит, пишу, понимаю, что я должен записать это сегодня, потому что пока новость жива. Да, конечно. Думаю, так, мне нужно вечером это обязательно записать, потому что как бы днем я потратил время на то, чтобы придумать как бы все фишки. А вечером я понимаю, что мне нужно еще чуть-чуть подработать рифмы и фонетику внутри слогов, потому что я на этом немножко заморочен сильнее, чем вы думаете. То есть мне очень важно, чтобы, условно говоря, согласные и гласные внутри слова условно говоря, сочетались с согласными и гласными в конце слов. Сейчас скриптонит не понял тебя. Да. Сейчас, да. Понял ли кто-нибудь скриптонит? Сейчас Гаязов Бразерс вилами ударили в радиоприемник. И, короче говоря, я реально начинаю прям запариваться на эту тему, чтобы фонетически сочетались не только концы фраз и концы слов в финале фразы. В финале фразы. И я понял, что я пойду записывать это на следующее утро. Утром я проснулся, доработал еще несколько рифов и только потом пошел выкладывать. Да. И когда я увидел реакцию на первый куплет, я, во-первых, не ожидал, что она будет вот такой, когда мне начали репостить люди, которые никак с жизнью меня не репостили. Трэвис Скотт. Трэвис Скотт, да. Когда какие-то известные актеры, во-первых, вот в такие моменты ты узнаешь, что на тебя подписаны известные актеры, которых ты очень любишь. И, во-первых, ты не знал до этой секунды, что они, в принципе, интересовались твоей персоной, что они, оказывается, на тебя подписаны. Ты видишь количество там репостов, количество вот этих самолетиков, которые люди отправляют. Это какой-то был взрыв. И ровно как в ситуации с карантином и с хейтерами люди начали писать, давай второй куплет. А мне казалось, так же, как и в предыдущих случаях, что я уже все сказал на эту тему. Думаю, а что еще я могу сказать? Понятно, что можно покопаться, но как-то не хочется выдавливать, не хочется вымучивать, хочется, чтобы это было остроумно и чтобы это было не хуже, как минимум, чем первый, а лучше, чтобы это было лучше. А сколько на запись уходит времени? Потому что выглядит это все как титанический труд. Сколько ты учишь? Ты это учишь? Я, конечно, это учу. Сколько ты это учишь? Это был один из тех самых случаев, когда мне не стыдно было показать, так скажем, вот этот процесс, когда я не смог это сделать с первого дубля. Во-первых, у меня очень редко выходит с первого дубля, но я хочу, чтобы вы поняли, в чем прикол. Если в случае с Лениным с первого дубля не выходило, потому что я не все слова мог быстро запомнить, потому что они писались, вот, условно говоря, за несколько часов до выхода в машину и записи, то в большинстве случаев, когда я пишу, это достаточно быстро запоминается. А так как в Ленине было очень много слов, и там часть рэпа была на английском, например, в третьем куплете, мне очень хотелось записать это быстро, пока не терялась актуальность, а второй и третий куплет я писал одновременно. Слушай, ну неужели ты не используешь все удобные, уже известные телесуфлеры для мобилей? Никогда, клянусь. То есть ты вообще не читаешь ниоткуда? Ни разу не читал свой рэп. А зачем? Почему? Потому что... Такая как бы трушность, да? Конечно, конечно. Чтобы все было в голове. Но знаешь, самое главное, что вот из-за того, что второй и третий куплет у меня перепутались в голове, а первый я писал вот фактически, вот, условно говоря, читал переписанный текст, а в голове был по-прежнему первый вариант, мне нужно было как раз больше дублей. Но, как правило, в 95% случаев я делаю дубли не потому, что я ошибся и произнес не тот текст, потому что я его не запомнил, а потому что я по интонации начинаю докопаться до себя, да. Просто до мышей, правда. Все, кто когда-либо писал себя, вот именно в записи, не в прямом эфире, я думаю, что понимают тебя. Конечно. Ты думаешь, можно еще лучше, можно еще лучше. Конечно, конечно. То есть я все это сказал, я все прочитал, ни одной запинки не было. Думаю, вот в этой фразе должна быть интонация совершенно другая. А вот в этом слове надо сделать, вот был акцент на этот слог. И все. И начинается второй, третий, четвертый, пятый. Ты сказал, вот когда представил песню о том, что был соблазн, как и у многих, точнее так даже, у тебя его, может быть, и не было, но вообще он существует, да, пойти по направлению вот прям к молодежи, к 14-летним, 13-летним, которые слушают одновременно и тебя, например, и Моргенштерна. Да, да. Но ты знаешь, я тебе так скажу, не было соблазна к ним идти, условно говоря, потому что ты понимаешь, ты говоришь с ними на совершенно другом языке. Просто есть соблазн, условно говоря, другого характера, а не самая активная аудитория. И дело не в том, что ты хочешь, условно говоря, чтобы они ходили на твои концерты, потому что они дают вот эту молодую энергию. Нет. Иногда, условно говоря, молодежь, совершенно не ожидая того, видит, как тусуются, там, условно говоря, люди нашего с вами возраста или там те, кто на 10 лет хотя бы помладше, и какую энергию дают они. Потому что ностальгический эффект, он зачастую гораздо сильнее, чем вот эти молодежные тусы. Конечно, конечно. Вот если бы не было ностальгического эффекта, вот дискотека 90-х же до сих пор, это же разрыв всегда. Здесь, в этом здании, лучше говорить дискотека 80-х. Но это не потом. Смешно. Но вот ностальгия сейчас в музыке, она до сих пор идет, да? Если взять даже всех самых популярных исполнителей, вот приходят, я помню, когда я только услышал даже того же самого, не знаю, белорусских, ты чувствуешь какие-то ритмы 90-х немножко? Конечно, конечно. Слушай, ну взять Зиверт. Что это такое? Это бросок 80-е с таким захватом 90-х. У Барских последние годы все его успехи, которые привели к огромным залам и стадионам, это успех, песни «Туманы» и все, что за ней последовало. Потому что это заигрывание с темой 90-х. Абсолютно сознательное. Понятно, почему это было сделано. Но надо сказать, что, я не знаю, к счастью или к сожалению, условно говоря, огромная часть аудитории и молодой, и взрослой настолько глубоко застряла вот в том периоде, что, да, это попытка, например, молодых артистов или взрослых артистов сделать что-то такое посерьезнее и поглубже, она обнуляется каждый раз, когда кто-то из других артистов возвращает тебя вот в ту, условно говоря, мелодическую связку а-ля, там, я не знаю, руки вверх или что-то, да, когда все максимально просто. Я помню, что Spotify даже заходили со слоганом, типа, никакой ностальгии, только новое. Вот, вот, потому что, потому что, условно говоря, как только ты слышишь песню из двух аккордов и максимально простым текстом, естественно, ты запоминаешь ее в три раза быстрее. Ну да. Это возможность пойти на концерт и тут же спеть песню, ты услышал только припев, услышал, а на втором припеве ты уже поешь вместе с залом. А тебе вот, если, ну, не брать прям, не знаю, да, какое-то конкретное чье-то творчество, но просто эпоху, да, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е, тебе просто самому, а что ты больше кайфуешь? Ты знаешь, какой музыкальной эпохи? Я тебе так скажу, в силу того, что мне очень повезло с родителями, я слушал очень много разной музыки и в моей фонотеке было огромное количество пластинок абсолютно разных исполнителей, я могу в каждой эпохе назвать там десятки имен, которые я обожаю и которые, собственно говоря, сформировали мой музыкальный вкус. А давай. Серьезно? Да? Ну, давай подудю, да, там три каких-то исполнителя, которые на тебя оказали больше влияния. Ну, Майкл Джексон в первую очередь, причем я могу сказать, что Майкл Джексон всех периодов своего творчества. Что касается его самой, вот, Зари, когда он вышел в составе группы Джексон 5, потому что для, например, публики, которая англоязычная, условно говоря, которая следит за Майклом с самого детства, он же был культовым абсолютно исполнителем. Тинейзером, да? Конечно, даже вот чуть раньше, чем начался вот этот его тин-возраст, он уже пел как бог и двигался как бог. И для огромного количества людей понятно, что не все обязаны разбираться в музыке и там глубоко копаться. Но когда ты встречаешь людей, которые говорят, что «А чё, Стиви Вандер слепой?» Вот для меня это, условно говоря, повод попоржать. Но при этом я понимаю прекрасно, что этот человек может, например, знать гораздо больше об астрономии, чем я. И поэтому я стараюсь, во всяком случае, уговорить себя, перестать осуждать. И вот Майкл Джексон, условно говоря, в любой период его творчества абсолютно феноменальен. Майкл Джексон, как это ни странно, наверное, вот я «Битлз» и «Элвиса Пресли» поставлю тоже на одну полку, потому что это музыканты, с чьими песнями я просыпался, так же, как и с песнями Джексона в моем детстве. И, наверное, наверное, давайте я назову кого-нибудь из современных, потому что... Пожалуйста. Да, потому что... Бульвар-депо. Потому что очень... Слава Марлоу. Потому что очень хочется все-таки назвать человека, который живет сейчас и делает что-то с оглядкой на великие произведения музыкальные, и который старается, вопреки тенденциям, которые все-таки подталкивают к упрощению, к некому, делать музыку, которая проживет дольше даже, чем он сам. Я про Бруно Марса сейчас говорю. Бруно Марс. Да, Бруно Марс крутой. Я был на его концерте, ребята, и это грандиозно. Я предлагаю после этой мысли... Всем поехать к Бруно Марсу. Да, всем поехать к Бруно Марсу. У него там есть чехана номер 69 в Алтуфе. В Адлере. Я предлагаю сыграть. Давайте. У нас есть игра традиционная, будильник называется. Мы должны в каждом раунде всего их будет три перечислять слова или фразы на определенную тему. Все мы это делаем втроем. На ком срабатывает звук будильника, тот и проиграл. А это самое страшное. Ребята, если вам кажется, что это очень простая игра, это очень сложно. Тут два критерия. Тут скорость, скорость просто ответа и попасть в тему. И попасть в тему. Какой кошмар. Но темы тебе все знакомы и сто процентов вообще. Давай так, первая тема это будет, я просто понял, что сейчас напротив меня Гарр Дмитриев и Тимур Родригес это два бывших резидента Камеди Клаб. Есть такое. Это не вычеркнешь из вашей истории. Да ты понимаешь, что мы по-разному можем отреагировать на происходящее. Поэтому тема первого раунда это бывшие резиденты Камеди. Давайте так, погнали. Ох, нифига себе. Давай с тебя. Бывшие? Бывшие. Ну, Гарр Дмитриев, я скажу так. Сергей Бессмертный. Таир Мамедов. Макс Перлов. Тимур Родригес. Тимур Родригес был, нет? А, не было. Не было. Егор Алексеев. Егор Алексеев. Дуэт Битлз. Дуэт Битлз. Дуэт, да. Сочи-2014. Хорошо. Эмин Фатулаев. Господи, он назвал. Господи, сколько ему лет. Таш. Таш Саркисян. Да, блин. Леха Бабаев и Большой. Ты уверен? Да, это в Екатеринбурге было. Было, 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 было. Сто процентов. Хорошо. Антон Лирник. Ну, кстати, получилось что? Да, все, он успел. Он успел? Я не успел? Ты на меня хочешь слить? Да. Брат, ты что делаешь вообще? Ты зачем? Братан, мы с одной передачи. Тут все по-другому. Передача. Нас мартирожан сейчас подключил. Стретий, да. А очень сейчас было, кстати, непросто. Непросто, да. Причем ты всех знаешь, да, но в такой суете... Знаете, что самое прикольное? Много лет назад, раз уж мы вспомнили Камеди, прекрасный был период жизни. Обожаю, кстати, вот этот период. Но, но, очень рад, что происходит со мной сейчас. И хочу сказать вот что. Мы однажды, ну как однажды, мы много раз играли в игру под названием «Словословие». Это фактически то же самое, что мы делали сейчас, только нужно было произносить любое слово. Не существующее? Нет, просто любое. Это его Харламов придумал. Харламов. Харламов. Словословие. И ты стоишь просто в круге, и очень быстро нужно говорить любое слово. И это истерика, потому что когда дело доходит до Харламова, и в какой-то момент уже доходит до тебя, ты заражаешься этой штукой, потому что условно говорят, все говорят там, бутылка, маска, салат, мамай, работник. И потом уже шла быкай, и какие-то слова, которые ты никогда не произносил, ты не придумываешь их, ты не можешь просто сказать слово, любое. Почему-то в этот момент твой мозг заблокирован. Классно, что Тимур начал рассказывать игру, и мы сразу поняли, да кто в ней был король. Так, у нас следующий раунд. Известные жители и люди, которые родились в Пензе. Известные пензюки. Да, так сказать. Родились или относятся к Пензе хотя бы? Ну, давай. Относятся, давайте. Относятся к Пензе. Ну, воля. Давай. Тимур Андригес. Сергей Пенкин. Да. Сергей Пенкин. Антон Макарский. Вау. Михаил Юрьевич Лермонтов. Виссарион Белинский. Придумывал? Нет. Нет, там стоит памятник. Тимур Крид. О. О. Ой. Олеся Соболева, ведущая ЮМРФМ. Ага. О. Да ладно. Солнце из Дома-2. Даже я это знаю. Прикиньте. Солнце из Дома-2. А Майя Варикосов не оттуда случайно? Ну, хорошо. А Солнечная, она из Пензии или нет? Нет. 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 Юля не из Пензии, она из Казани. Это была моя... А-а-а-а-а-а. Все, ведите одни. Два у нас минуса. А здесь какие-то минусы еще? Мы не дошли до Ключевского. Мы не дошли до Мирхольда. Там есть, между прочим, Мирхольд реально родился в Пензии. Мирхольд из Пензии? Мирхольд из Пензии. Да, Мирхольд, великий режиссер, родился в Пензии. Там есть театр Мирхольда в Пензии. И надо сказать, что еще огромное количество людей можно вспомнить. А Белинский, между прочим. Он не родился, но он там много жил. И университет, который мы заканчивали, между прочим. Педагогический. С волей, да, и с кучей других прекрасных людей. И Леониду Школьнику тоже большой привет. А, да, есть. Школьник тоже оттуда. Педагогический университет имени Виссариона Вилинского. И футбольный тренер Эфрос тоже оттуда, да? Губерниев бы сейчас сказал нам. Слушайте, несмотря на то, что у меня минус два балла, то есть я уже явно проигрываю, я бы хотел передать право введения вот этой игры Тимуру. Мы всегда как делаем? Мы всегда придумываем три раунда, но подумали, почему вот тебе не придумать третий раунд, в котором мы явно, возможно, либо выиграем, либо же красиво проиграем. Давайте так, мы в этой ситуации, наверное, будем равны, потому что не готовились именно к этому раунду ни один из нас. Так как мы сидим в студии Юмор.ФМ, и помимо нас есть еще потрясающие коты, давайте про кошек поговорим. Кошек? Давайте. Как можно называть кошек или породы? Нет, просто все, что имеет отношение к кошкам. Все, что имеет отношение к кошкам. Давайте попробуем. Погнали. Лотки, ребята. Усы. Туалеты. Туалеты. Ну, то же самое, что и лотки. Да? Да, другое. Тогда часа, когтеточка. Когтеточка? Да. Хорошо. А когтеточка это то, что вот висит где-нибудь в углу? Да, да, да. Хорошо. Молоко? Хвост? Наташа. Наташа? Это ваш личный какой-то разговор? Надо это все мемы с котом, а не Джесс. Наташа, да. Вставай, Наташа, да. Ноги афроамериканской женщины из Тома и Джерри. Так. Вау. Прикинь, это кошки. Это же просто. Ошейник. Ошейник. Женщина-кошка. Да вы что сделали? Уже после. Прости. Уже после того, как рефери засу... Да ладно, все, уже я понял. Так, Кирилл, кто победил? Тимур Родригес, друзья. Тимур Родригес победил. Аплодисменты вам. Спасибо. Так, что ж, наше время подходит к концу эфирное, нашего гостевого эпизода. Мы ждем рэпа из машины. Договорились. В любом случае. 16 апреля последний, я в шоке. Да нет, что ты сделаешь. Я в шоке. Смотри, пообещай, что ты сегодня сядешь в машину, хотя бы подумаешь о возможности записать. Я сейчас сяду в машину и подумаю. Окей, Тимур Родригес был. Спасибо. Спасибо тебе, Тимур. Спасибо большое. Спасибо большое. На Юмор.ФМ